Друзья, вы на Первом развлекательном. Это программа Утр на СТС. В период с 13 по 18 сентября в столице Грузии, Тбилиси, прошел чемпионат мира по борьбе среди кадетов. В соревнованиях участвовали представители 45 стран, и нашу страну представляли целых 9 человек. С подробностями об этом мероприятии к нам сегодня пришли гости. Сегодня у нас в гостях тренер Роман Сгардан, также у нас сегодня в гостях Штефан Туану, вице-чемпион мира до 17 лет по вольной борьбе, и Валентин Петик, чемпион мира до 17 лет по греко-римской борьбе. Доброе утро! Пока еще свежи воспоминания, эмоции. Расскажите о прошедшем мероприятиях, в каких категориях выступали представители нашей страны, как оно вообще проходило, сколько по времени? Валентин Петик, чемпион мира? Валентин Петик, чемпион мира? Интернат републикан, профил спортив. Много успеха в continuуаре и, конечно, это важно чтобы выжить этот успех. Да, я думаю, что это очень высокая плана для такого иного возраста. Что касается Штефана? Штефану, я думаю, что это единственное, что-то, что-то, и эволюция дупо мной, они уничтожают, мы уничтожаем конкурсы, они уже уничтожают конкурсы, а что Штефану спуе импризиси. А объясните мне, я в больнице, это алгоритм, как это происходит? Осталось и я в роман, мне хотелось, не хотят говорить в русском. Молтумеск много. У меня были четыре лупти очень груди, из которых три я ввезу, а в целом, в рамках американцев. Это было груди. Компионат Монтальдин Тбилиси находится на уровне высокого уровня. Мне понравилось, атмосфера здесь очень хорошая. Все было организовано на уровне высокого уровня, особенно где-то уничтожают, в городе Тбилиси, в городе Георгия. О фрумусетое енормое. А рамас фарда пувинтей. То есть, в принципе, вы впервые, да, выезжаете куда-то на соревнования, за границу? Нет, я еще не был. Но Георгия это город, который мне оставил больше людей, чем другие городы. Какой раз, по счету, наша страна принимает участие подобное, можно назвать это глобальным, все-таки, мероприятием, в рамках развития волной борьбы, греко-римской борьбы? Как часто мы участвуем? Да, компионатul mondial себя с фиакареан. Се соот Next week, за годы, на Speареан, и уj четыре, кей-то года, воз Drummond, мы скажем, мы уда dancing где там го wanna украин했던, на mundialе, ка as стране, а урдейтая малая, неconstаб... А у нас который... Медалии были, практически, в фейкаре годы были медали на Европе, и на Модиале, это было более тяжело. В этот год, то спортивы, то есть три генурии, они уехали медали, и греко-румани, и фетили, при Анастасии Никита, которая была ищемпионом Модиале, в категории, в пыла 56 килограмм, и уже Стефан, висемпионом Модиале, в категории, в пыла 63 килограмм. Да, дорогие телезрители, девушки тоже участвуют в такого рода мероприятиях, и становятся победителями, по-моему, это тоже, на самом деле, повод для гордости. Мы проявили себя, в принципе, очень достойно наша страна на этих соревнованиях. Как вы думаете, в чем секрет нашего успеха, подготовки наших борцов? Это секрет и много, много работы. Это, в первом рамке, это секрет, потому что, в том числе, мы, мы, мы учим очень много, в том числе, а вот, кау, а так и ещё, по-моему, please благодарю и Министерству Тенератулу и Спорту, и, по-моему, с Федерацией, которые у них были созданы, чтобы они были созданы для того, чтобы, по-моему, Мы начали подготовить централизацию в первую очередь. Мы успели участвовать в двух больших турнирах. Один в Букуресть и один в городе Суботица, Сербия. В Модиале у нас было немного легче, потому что мы уже знаем, что большинство adversарей, и мы можем оборудовать тактику на каждой мете. А какая наша страна обычно является главным нашим конкурентом? Есть ли какая-то закономерность? Или как придется? Где самые сильные? Обычно это самый сильный, самый сильный, самый сильный, самый сильный, самый сильный, самый сильный. Руссия, Турция, даже если мы говорим на уровне mondial, то есть Украина, Иран, даже даже Газда. Газда это очень сильный, особенно в борьбе. Валентин, скажи, как ты считаешь, есть ли в нашей стране, в рамках нашей страны, все необходимые условия для достойной подготовки борцов, для того чтобы проявить себя? Валентин, скажи, Я думаю, что результат, он и есть показатель того, что у нас действительно хорошие тренеры. И, наверное, завершающий такой вопрос, расскажите, Роман, какая следующая ступень? Какой еще Олимп надо покорить? Есть ли еще выше куда-то? Да, конечно. Да, сейчас уже на год, и Стефан, и Валентин, и уже доставка в других классах, и другие классы в рамках, в других классах, в других классах, в 20 лет. После этого, после того, как вы могли бы трешить в эту классах, стоит, конечно, Я не уверяю, что они ждут уровни seniorа. Один из самых важных медалей. И в истории остается только медалей. Если вы получаете медалей, уже выяснили, как у них настоящий спортив. Эти медали, которые они получили, они не скадут уровни. Греутатия медали, скажем так. Это очень важно и я надеюсь, что для них будет иметь для того, чтобы идти вперед и чтобы перестроить результаты очень хорошие и на генера. В целом мы находимся, я хочу сказать, что мы хотели, что это обычно не плам. Уплаженцы не плам, уплаженцы не в школе, и что там об этом вопросе, но я скажу, что что мы можем сделать это, мы видим, мы успел, что мы даем еще на это, что мы хотим, что мы, не только два спортива или три, что мы хотим еще с нами, когда мы хотим еще с нами мы хотим, почему мы хотим еще В таком случае мы желаем вам удачи. Напомню, что совсем недавно эти ребята вернулись в соревнования из Грузии, и мы проявили себя там очень достойно, привезли не одну медаль, с чем мы вас поздравляем и благодарим за то, что пришли и поделились со всей страной этой новостью хорошей. Желаем вам удачи. Но наша программа продолжается, дорогие друзья, ни в коем случае никуда не переключайтесь, дальше интереснее. Субтитры сделал DimaTorzok